Добрый вечер, здравствуйте! Что за компания? Компания провинции Горчереповец. Очень приятно. Как раз которая играет, но тоже в Череповец. Мы уже знаем. А она в таком виде, да? Конечно. Добрый вечер! Здравствуйте! Как вам сегодня здесь нравится? Очень классно играют. Вам нравится именно эта группа? Да. А как часто вы вообще ходите в этот клуб? Три-четыре раза в неделю. А вы считаете, что вы живете клубной жизнью? Что? Вы считаете, что вы живете клубной жизнью? Нет, не считаю. Мне просто нравится здесь. Клуб – это вообще такое место, где собираются по интересам. Значит, получается, что действительно вы живете клубной жизнью? Я считаю, что это, наверное. И как бы вы считаете, что группа «Крутые яйца»? Она вписывается в этот клуб? Абсолютно. Абсолютно. Она заслуживает большего внимания? У нас в Питере мало групп, которые играют на таком уровне. Они очень классно играют. Да? А чем именно они вам понравились? Ну, они музыканты, как музыканты, скажем так. То есть, не знаю, как объяснить. Мне не нравится их стиль, допустим, но мне нравится, как они играют. Они очень профессионально играют. А вы сами музыканты? Нет. А почему вы так хорошо разбираетесь в этом? Ну, мне нравится музыка. Увлекаюсь этим делом. Но мне есть с чем сравнивать, понимаете? С тем, что здесь играют обычно. И как бы на этом уровне ребята на порядок выше. А, скажем, вы хотели бы увидеть еще раз группу «Крутые яйца»? Ну, скажем, не здесь, а в каком-то другом клубе. Вы пошли бы на них специально? Да. А вот тебе вопросы к вашему другу. Вот те же самые вопросы буквально. Почему вы здесь? Я здесь, потому что я пришел отдохнуть сюда. Вы часто ходите в этот клуб, да? Часто, но я тоже где-то редко, но приходил сюда часто. Я единственное хочу пожелать вам честно. Вот я из Грузии приехал, честно, я из Тбилиси. Вот я с удовольствием эту группу услышал бы в своем родном городе, Тбилиси. Это было бы прекрасно. Они сыграли бы, они приняли бы великолепно. Потому что я знаю, там народ какой-то. Они любят музыку и понимают такую музыку. Там без проблем. А в Грузии такой музыки нету? Есть, но вот такой нету. Потому что это крутые яйца. Естественно. Гул, гул! Ну, круто просто. Было бы прекрасно, великолепно. На альбом приезжать от Тбилиси. Знаем. Приезжайте в Череповец и запишите этот альбом. Ну, нормально. Спасибо большое вам. Приходите, пожалуйста. Может быть, для какого-то будущего крутые яйца еще будут выступать в городе Санкт-Петербурге. И приходите на их выступление. Ну, их нужно как-то поддержать. Как всегда делается. А вот чем они подкупают? Вот чем они берут? Они подкупают. Знаете, вот я честно, вот я сам музыкой занимался когда-то. Я на скрипе играл. Честно. Я врать не буду вам. Я понимаю это все дело. Они, правда, ритмично, великолепно. Все. Правда, нормально. Не, ну как, в общем-то, они же поют такие неактуальные вещи. Не о Ельцине, не о выборах. Знаете, что делать? Это обязательно пение. Это же не рок-н-ролл, как получается. Рок-н-ролл, это всегда музыка протеста. Знаете, что, это музыка. Обыкновенная, хорошая музыка. Которую ребята поют, исполняют от души и, самое главное, искренне делают. И все, самое главное. Надо все делать искренне. И все, все дела. Если человек делает что-то искренне, все будет нормально. И можно поддержать, и все, все дела. А вы как считаете, вот рок-н-ролли настоящие клубы, они должны выступать в клубах за деньги? Рок-н-ролли клубы, чтобы за деньги? Да, да. Не, ну это не обязательно, в принципе. Знаете, деньги нужны обязательно. Деньги сейчас, в такое время, деньги необходимы. Но есть, кроме денег, еще некоторые вещи, которые, ну, не купишь просто. Вот эту музыку, в принципе, если человек делает искренне, допустим, я уверен в этих ребятах, что они, допустим, могут спеть так просто. Просто вот. Ничего, без денег просто, обыкновенно. Безусловно. Это музыка. На радость вам. Да, ну все, это музыка. Не все же купить можно. Кас и кашу. Все дела. Я целиком и полностью с вами согласен. Большое спасибо. Не за что. Спасибо вам. Нет, немножко. Может быть, по 50 грамм.